здравствуйте дамы и господа все мои зрители любимые особенно постоянные подписчики я вас приветствую и рада что вы со мной снова и сегодня все таки решила снять видео о мая оформили на работе москва тэй гувернер дело в том что я оформила ее почти месяц назад но не решала снять видео потому что это был не совсем тот результат который я хоть которого я хотела добиться многие из вас знают что я искала вариант как по оформить эту работу более выигрышно то есть соответствующее ее содержанию то есть для меня это первая такая большая работа сложная и вообще мне хотелось ее достойно оформить и я искала варианты но все что мне предлагали отсылка в другой город и подбор паспорту по интернету это не совсем то чего я хотела потому что порой когда общаешься с человеком живую не всегда можно найти общий язык и понять друг друга а уже интернет на общение да и вообще рисковать отправлять работу по почте я не хотела но плюс мои сложности которых я подробно рассказывала видео о том как я боролась со следами от маркера они конечно подкосили всю эту ситуацию и все это привело к тому что я решила просто оформить чтобы работа не не осталась не оформленной чтобы она не залежалась как некоторые работы мои поэтому я просто отнесла я впервые попавшись бюджетную багетную мастерскую и оформила так как предлагали там и вот вариант моего оформления немного напомню о том что за работа для тех кто не смотрел видео о том как я выполняла каждый лист я делала снимала видео об окончании каждого из девяти листов вышитых и вот резюмируя я могу сказать то что дизайн москва тэй гувернер это сравнительно новый дизайн и вообще кто такая тэй гувернер у меня есть видео на канале хотите посмотреть резюмируя могу сказать что это голландская художница и вышивальщица она окончила королевскую академию искусств гаги по классу рисунка и дизайна одежды во время обучения она начала работать разрабатывать собственные дизайны для вышивки крестом а затем и продавать их так это и начала свой бизнес сейчас деловыми вопросами занимается ее сын ким а ты продолжает создавать дизайны для вышивки она уже достаточно преклонном возрасте по поводу истории создания именно москвы я тоже говорила подробно видео в своем видео вот и гувернер но для тех кто не смотрел резюмируя скажу что в 2011 году ты гувернер посетила в москву сотрудничестве с фирмой rto и она помимо всего прочего сказала что я чувствовала себя в москве счастливой и теперь твердо знаю что твердо убеждена что просто обязана в будущем создать несколько дизайнер для ваших клиентов потому что и очень тепло принимали в москве наши вышивальщицы и сын ким попросила список достопримечательностей и опираясь на этот пи список ты в 2012 году собрала предварительный калаш в конечном счете все-таки родился окончательный к калашу по средствам сотрудников фирмы rto и наконец он обрел свой воздушный и гармоничный вид так характерный для ты гувернер вот он перед вами это 14 предметов но я бы сказала их 16 потому что они считают композицию успенского собора колокольню и ивана великого и собора христратега михаила просто за здание успенский за здание кремля но на самом деле это три разных здания поэтому да действительно это воздушный вид так характерны для ты и достаточно на мой взгляд практически все здания скомпонованы неплохо единственное что я бы немного поменяла это я и изменила бы местоположение спаской зданий спаская башня кремля потому что ну на мой взгляд она немного здесь теряется она сливается из с прекрасным собором василия блаженного и немного теряется на ви на фоне высотки сталинской высотки поэтому на котельнической набережной поэтому я бы немного ее убрала не чтобы она считывалась отдельно потому что это достаточно красивое здание здесь она немного но на мой взгляд она проработана недостаточно хорошо особенно вот эти башни поэтому когда я вышивала но видно было что в принципе не совсем не совсем не совсем хорошо проработана здание но это все нюанс на самом деле работа достойна для тех кто хочет взяться на нее я рекомендую и если какие-то вопросы их мне уже задавали смотрите мои видео потому что я у меня уже некоторые моменты стерлись из памяти и эти нюансы я подробно излагала вышивая и комментирую каждый лист поэтому подробнее я скорее всего не смогу вам объяснить хотя некоторые моменты я упускала потому что все сказать невозможно и вот просмотрев мои видео вы сможете задать вопросы я немного это все восстановлю в памяти отвечу вам на вопрос и так теперь немного о статистике размеры работы вместе с багетом то есть ширина работы составляет практически метр это 99 сантиметров и высота работает 60 сантиметров окно это полностью не закрытая область как вы понимаете все что мы видим то есть и канва и вышивка она составляет 75 сантиметров по ширине и 36 по высоте соответственно и багет это 9 сантиметров а паспарту это 3 сантиметра по по поводу оформления композиции хочу сказать что я просто простила оставить одинаковое количество сантиметров от каждого края вышивки с каждой стороны для того чтобы она чтобы отцентрировать композицию чтобы она смотрелась ровно посередине потому что вот тот вариант который напечатан на схеме дизайнера мне немного мне немного смутил мне казалось что слишком много воздуха сверху то есть она немного опускается вниз ну не знаю тут уже дело вкуса на мой взгляд что рама немного великовата и лучше ее центровать посередине саму композицию хотя это дело вкуса делайте как выходить просто я говорю что вот такой результат получится если вы будете центровать композицию и вот такой результат получится если вы будете опускать и ставить ее на свое основание то есть снизу здесь может быть до 2 сантиметра здесь верху достаточно много то есть делайте сами решайте сами что вы хотите значит по поводу сроков вышивки как я уже говорила я вышивала и четыре месяца это было с 20 июня по 23 октября где-то то количество цветов 37 38 137 138 не могу точно сказать потому что один цвет у меня пропал его заменяла близким по цвету но это уже нюансы это не так не столь важно листов было 9 как вы помните на самом деле их 10 но вот это вот левая верхняя часть она не вышивается поэтому получается 9 цветов по поводу рекомендацию меня спрашиваю да я рекомендую вышивать именно с левого нижнего и я уже не первый раз это слышала кто-то из вышивали с таким же образом вышивал почему потому что это самый простой лист и вы войдете в работу на небольшом количестве крестиков вам будет проще нежели чем начинать каких-то других мест хотя если вы вышиваете на ней вам проще вышивать из центра вышивать из центра это лишь мои рекомендации у меня была аида 18 каунта и есть еще наборы на линии каким образом их отличить это насколько я помню что они называются вот это вот счет я покупала я рукоделю до в декабре 14 и составляла стоимость на то время 3 900 если кому-то интересно сейчас конечно гораздо больше вот видите аида это штамп на самом пакете от вышивки то есть если вы будете приобретать у вас будет маркировка такая 510 а аиды или 510 лен поэтому обращайте внимание на маркировку что для тех кто не хочет вышивать на ней либо на аиде при приобретении набора по поводу самого оформления стекло антибликовое как вы видите она плохо бликует от окна но что мне не нравится она съедает резкость не то есть я сейчас настраивала свою камеру так чтобы вам было более видно то есть изображение которое сейчас видите она немного ярче чем есть на самом деле но все-таки антиблик у меня съел яркость нет не яркость четкость цвета нити наверное остались такими какие они были на вот сама четкость каждого крестика она немного смазалась особенно это видно при искусственном освещении поэтому я бы наверное сейчас уже выбрала не антиблика обычно стекло для того чтобы изображение осталось таким же четким но это как бы ваше ваше личное мнение но я уже сказала что багет пластиковый паспарту с рисунком с фигурным рисунком это небольшие блестящие вкрапления так как сейчас пасмурный день вы не увидите этого блеска но вот на ярком солнце и при искусственном освещении вот эти штрихи они переливаются но в принципе у меня идея была при выборе паспарту и багета лишь одна я хотела выбрать промежуточный цвет и между зданиями на композиции красный я не брала в принципе потому что это слишком яркий он берет на себя внимание я не стала рассчитывать и обращать внимание на красный цвет а вот вот этот бежевый белый нежный розовый белый то и так далее вот что-то среднее я выбирала брала в розовый была брала и в белый но скажем так более органично смотрелся именно вот этот бежевый цвет и в принципе но по цвету я согласна это то что я хотел единственное как вам сказать вот смотрите что я хотела конкретно для этой работы это вариант распечатки и тираты и гувернюр и здесь обращаю ваше внимание только на самооформление что мне нравилось пропорции между шириной багета и шириной паспарту на мой взгляд идеальные то есть багетом берет на себя немного побольше внимания за счет того что он яркий я имею ввиду вот этот блеск золота и за то что блестит сама черная часть вот его лака красочная то есть он достаточно ярок и паспарту всего лишь дополняет его и чем мне хотелось именно резной паспарту для своей работы потому что все коллажи все города мира ее серии города мира они ну скажем так они скомпонованы так что они имеют пустые углы в основном и эти углы лучше заполнить на мой взгляд резной паспарту но в моей багетной мастерской такого варианта не было и вот мне сделали простой простой квадрат простое окно я конечно сожалею об этом но у меня выбраны не было и поэтому пришлось делать то что пришлось хотя вот этот вариант я и просила вот вот это скромно но со вкусом вот этот вырез в принципе меня очень устраивал то есть в принципе есть очень тонкая линия которая ограничивает сюжет это скорее всего срез паспарту это даже не слип и смотрится достаточно эффектно то есть та рама которая представляет работу она дополняет работу и выдвигает ее на передний план в моем же случае что мне не понравилось рама берет на себя слишком много внимания и на передний план вот выходит вот эта часть выступающей рамы то есть вот эту часть мы видим вот эта часть проваливается и эта часть проваливается и немного каким-то образом выступая проваливаясь оказывается у нас перед глазами сама работа то есть принципе на работу не так много внимания как я бы хотела большое количество внимания уходит на вот эту выступающую часть рамы принципе в этом в этом я вижу небольшой недостаток но к сожалению такого цвета рамы было только вот в таком варианте поэтому поэтому пришлось выбирать из того что пришлось выбирать и сначала изначально я попробовала оригинальный вариант от и то есть золотая рама скромная золотая лаконичная но хочу вам сказать что вот здесь вы не поймете да то есть вы это увидите когда придете реально приложите раму к самой работе она не выигрышно сочетается я хочу сказать что она но она не подходит в живом просмотре она не подходит к работе то есть на мой взгляд это не тот вариант который должен быть поэтому я вот выбрала именно бежевый цвет но вот окончательный вариант моего оформления и принципе я не хотела снимать это видео потому что я как повторюсь уже не совсем довольна результатом я лишь довольна что работа оформленная она не будет лежать и пылиться она все-таки закончена но один умный человек мне сказал что все-таки точка должна быть поставленная и ждут моей работы поэтому я решил все-таки снять это видео надеюсь что она будет полезным если у вас есть какие-то вопросы задавайте я с удовольствием на отвечу с вами была елена я желаю вам всего хорошего